всем здравствуйте вы на политбюро и александр шелеста олег жданов с вами на связи олег мое почтение здравствуйте множество вопросов но начнем знаете с такого глобального и международного понятно что финляндия и швеция которая устремилась в нато это вот достаточно серьезный раздражитель для москвы если мид российской федерации говорит о том что ну пока что не видит там возможности в районе балтики вот там на севере размещение ядерного оружия для противодействия но это означает что там появятся какие-то варианты военно-технического ответа но по факту очень интересная история произошла турция как бы зерепенилась по политическим мотивам не хочет чтобы финляндия и швеция шла в нато без решений по курдистану партии курдистана которая запрещена турции скажите не станет ли это серьезным эти серьезной стеной и серьезной перепоной для вот этого расширения на нет это не станет это это обыкновенные торги которые где каждый пытается выторговать свои преференции для турции курды ну кстати вы я так и предполагал что турция выдвинет свои требования в ближайшее время и в принципе они абсолютно ожидаемы это действительно для турции проблема кстати именно сейчас турция проводит военную операцию против курдов но правда на территории ирака и ирак кстати особо не возражает против этой операции вот поэтому да я думаю что турция просто поставят условия кстати частично они выполнены в том плане что американские американцы перестали поддерживать сирийских курдов и фактически кинули их на на произвол судьбы буквально вот перед где-то за года два до 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 войны вот и вот когда когда россия делилась турции провинцию вот тогда а соединенные штаты принципе оставили курдов сам на сам со всей в самой сирии поэтому я думаю это абсолютно не станет ни никаким просто турция решила поторговаться за то что ей необходимо но да удастся или не удастся насколько это получится думаю что думаю что вполне может получиться потому что турция очень такой особенный член нато это первое и второе у турции довольно сильная и боеспособная армия и кстати турция на сегодняшний день очень занимает хитрую позицию у него вот политика двойных стандартов вы знаете что турция не поддержала санкции против российской федерации и никто даже мы не упрекаем турцию в том что турция полным ходом торгует торгует с россией до турция закрыла по спору не пускают военные корабли российской федерации в черное море принципе она на это имеет право по доктрине монтре вот но тем не менее как бы вот двойственная позиция одной стороны мы дружим с россией с другой стороны мы помогаем украине то есть одна рука направо другая рука налево поэтому и здесь я думаю что турция будет просто свои преференции выторговать но сам факт вот этого скорейшего я так понимаю что это будет все очень по такой ну галопом по европам до процедуре по очень быстрой процедуре насколько для украины это узнаете для тех кто все-таки еще пока оглядывается назад что было до 24 февраля двадцать первого года насколько для украины это неприятный момент пол не хотели не хотели финны со шведами а их вот так вот быстро берут а мы оббивали пороги не один год из 2008 года вот находимся в этом скажем так процессе драки за то чтобы вступить смотрите давайте давайте снимем розовые очки не надо никаких иллюзий вы посмотрите на уровень жизни и на состояние экономики швеции и финляндии вы знаете что финны занимают первое место в мире по отсутствию коррупции первое место в мире мы какое занимаем после практически последними у нас из одной из самых коррумпированных государств нам даже ленд-лиз не мог бояться выделять без назначения дополнительных контролеров которые будут следить за каждым долларом уровень уровень жизни ввп на душу населения мы мы пасем задний мышь не 8 лет не занимались реформированием этом на бумаге да у нас сколько там было 144 реформы сегодня уже вообще трудно сказать сколько и каких реформ нас после девятнадцатого года девятнадцатом году был такой какая-то попытка начать а в двадцатом у нас был полный откат от всех реформ поэтому поэтому кто нас возьмет с такими показателями в качестве хомута на шею качестве обоза ну нет а поэтому и фрифи и финляндия и швеция они они полностью им нет смысла даже писать план подготовки членства не полностью соответствует всем критериям вступления в нато и просто принимают нас я так думаю к сожалению пока существует российская федерация а соединенные штаты заинтересованы в ее дальнейшем существовании как страны на карте мы никогда не будем членами надо надо это тоже понять надо тоже снять розовые очки я всегда об этом говорил что мы та страна которая будет воевать с российской федерации мы та страна которая будет в дальнейшем сдерживающим фактором военной машины россии да мы будем партнерами да мы будем приближенными да нас подтянут мы неоднократно с вами говорили что я сказал что дадут любое вооружение нам и нас уже переворот перевооружают на западные образцы вооружений то есть практически мы будем полностью пристегнуты к нато и в какой-то степени даже зависимы от него от поставок этих вооружений вот но членство нет расширенное партнерство да но членство нет потому что если в россии опять начнет возрождаться империализм а там это к сожалению на уровне на генетическом уровне на уровне ментальности что как как старом советском анекдоте что они не делали у них время получалось кпсс так и здесь все что что не делает россия у них время получается империя советская империя царская империя там какая разница сталинская империя как как хочешь на за путинская империя вот поэтому нужно государство которое будет стоять на страже, чтобы эта милитарная машина не двинулась опять в сторону Европейского Союза и в сторону НАТО. Вот тут надо четко понимать свои реалии и свои перспективы. Да, я благодарю каждого зрителя, кто досмотрел этот выпуск Политбюро вот до этого места. Я призываю всех поставить лайк этому видео, найти в описании, как помочь каналу, если есть такое желание, но и даже любой комментарий, лайк, это все равно в плюс. Также призываю всех делиться этим видео в своих соцсетях. И очень интересная новость, ну, например, для меня сегодня, в день записи с Олегом Ждановым, это новость, я ей с удовольствием с вами поделюсь. Олег Жданов открыл свой проект на Ютубе, у него есть свой канал, поэтому будьте так добры, ну, зайдите, мы ссылочку интерактивную поставим, зайдите, подпишитесь и обязательно ставьте колокольчики и на Политбюро, и на канал Олега Жданова. Что это такое? Это уведомление о выходе каждого нового видео. Это принципиально важно. Извините, что занимаю время, ну, вот на вот эти рассуждения, но это очень важно для того, чтобы информация была доступна и, как это, легко доступна для вас, чтобы вам было проще и легче. Да, Олег, здесь вы упомянули о Ленд-Лизе, но это, наверное, скандал. Скандал, о котором понятно политически, по политическим причинам Украина в условиях войны, ну, не так много времени уделяет, потому что у нас другие задачи стоят. Нам нужно выжить, выжать и, ну, скажем так, выстоять и продвинуться еще дальше по возможности. У нас война идет, на самом деле. Но в Америке сын Дональда Трампа постит жутко интересные твиты с представленной там головой Зеленского экскриптизерша, а Байден там... Сыплых деньгами, да, я видел, к сожалению. И вот это, наверное, точка вот до этого момента, вот до этого момента. Даже вот этот вот там заблокированный, ну, быстрый процесс выделения нам 40 миллиардов республиканцев, да, вот одним из сенаторов, то есть, ну, скажем так. И это не такая точка. А вот эта фотография, это точка, когда мы уже, наверное, ну, закрываем тему с двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах Америки. Или нет? Нет, нет, ни в коем случае не закрываем. Кстати, чтобы вы понимали, расклад сил в Соединенных Штатах, значит, 360 конгрессменов за и 63 против. А палата, а конгресс у них поделен ровно пополам. 420 конгрессменов по 160 от каждой партии. То есть, вот, всего лишь получается, ну, шестая, даже меньше, шестая часть конгресса, 63 конгрессмена, это вот такие, я бы сказал, это трампистское крыло в республиканской партии. Вот они, в принципе, и вставляют нам палки в колеса. Кстати, этот же конгрессмен во времена Дональда Трампа там, поносил нас, Украину, как государство вдоль и поперек и воспалял Путина. Поэтому, но, кстати, хочу сказать очень радостную новость, что даже его поправка не заблокировала голосование. Договорились о том, что будет три инспектора. Вместо одного будет три инспектора, который будет находиться в Украине, аудиторы, которые будут следить за израсходованием вот этих 40 миллиардов долларов, которые выделяет Конгресс Соединенных Штатов. Голосовать будут в пакете, то есть, по времени это не затянется. И уже пошли разговоры там в кулуарах о том, что уже готовится следующий пакет помощи в рамках ленд-лиза, потому что, ну, этот пакет может быть использован до середины лета по объемам поставок, скорее всего. Так что, да, тут мы еще, опять же, это все ложится, пазл складывается. Путин включил все рычаги, которые у него есть. Видимо, он достал тот список, кому, ну, как по разной информации говорят, что слухи ходят, что деньги возили в Европу чемоданы, именно черным налом, чтобы не светить взятки политикам. Думаю, то же самое происходило и по всему миру. Поэтому вполне возможно, что сейчас достали список и говорят, ну-ка, мы же тебе давали там такую-то сумму, да, она лежит в таком-то банке. А ну давай, парень, расскажи, как все плохо или сделай так, чтобы все затормозить. Конечно, мы, вот это, кстати, уже, можно сказать, война приобретает более массовый характер. То есть от поля боя мы уже переходим частично на боевые действия в геополитике. И все-таки на практике, вот на практике, как эти, ну, события могут отразиться на вот том вооружении, количестве, качестве поставок, о котором мы, ну, вот, о котором мы нуждаемся. Потому что, ну, если там только брать сына Донна Трампа и вот этого пола, да, который, скажем так, получал деньги по слухам, снова такие, ну, конечно, он печется о жизни американцев. Американцы же тоже не испытывают особенной радости от того, что колоссальные деньги выделяются не на, скажем так, внутренние потребности, а на вот эти внешние. Не, подождите, там, давайте так, давайте вернемся к социологии, американской социологии. И о чем она говорит? Она говорит, первое, о том, что львиная доля, львиная доля, не больше большинства, а львиная доля, там, по-моему, 70 с чем-то процентов американцев поддерживают Украину в этой войне. Примерно такое же количество американцев считает, что Соединенные Штаты очень мало уделяют помощи Украине. Поэтому это не один конгрессмен, это глаз вопиющего в пустыню. Пусть он покажет социологию в поддержку его блокировки этого законопроекта или этой поправки на выделение нам 40 миллионов. То есть, то, что это... Вот, кстати, опять же, возвращаемся к информационно-психологической специальной операции. Россия это уже раздула и раскачала средства массовой информации, которые ориентированы и подчиняются вот этой части республиканской партии. Кстати, новость и речь вот этого конгрессмена в Палате представителей транслировал фонд Fox News. Канал, который аффилирован с Дональдом Трампом и который всегда его поддерживал. Поэтому, да, с этим надо бороться, да, надо это все разъяснять, но на сегодняшний день, я думаю, что это не повлияет, существенно не повлияет на ход событий. Смотрите, колесо войны уже раскручено. И этот, точнее, маховик войны раскручен. Его уже просто так остановить невозможно. Это раз. Второе, представьте сейчас военных промышленников. Кстати, ВПК США в основном республиканцы. Они промышленные. И когда они видят перед собой цифру в 40 миллиардов, понимая, что 20 из них могут достаться им в качестве оплаты их изделий, да, и какой-то конгрессмен выходит и говорит, что нет, давайте это все зарубим и все остановим. Да, они его там закатают в асфальт, видя эту огромную сумму денег, которые они могут заработать. Для них-то это все оплачено. Для нас это все в кредит. Потом будем решать, как будем рассчитываться. Но для них это сегодня прибыль, рабочие места. Самое главное слово прибыль. Для промышленников, для бизнеса главное слово прибыль. Завод «Джевелин», что сказал Байден? В два раза увеличить производство. Это значит, надо как минимум там нанять новых рабочих, включить еще один конвейер, да, и увеличить производство. И тут на следующий день приходит новость, а мы денег вам не дадим. Ну, я думаю, что это нелогично. Ну, понятно, да. Олег, здесь просто возник этот вопрос, и вот он очень важный с точки зрения именно вашего позиции, вашей военного эксперта. Это то, что вот эти все суммы денег, беспрецедентные там миллиарды долларов на поддержку из Америки, там Мировой банк, и все сообщают, там 30 миллиардов, там вот 40 миллиардов, и ленд-лист, что это в том числе в условиях кризиса мирового продовольственного в обмен на зерно в наших зернохранилищах. Этот зерновой мост обсуждают. Мы, правда, будем рассчитываться зерном за то, что нам, ну, поставляют оружие? Не обязательно. Тут вопрос очень широкого спектра, чем мы будем рассчитывать. То, что рассчитываться придется, к сожалению, да. Тут бесплатный сыр только в мышеловке, мы понимаем. И чем мышеловка для мыши может обернуться, тоже понимаем. Поэтому, да, рассчитываться придется, но я думаю, что это будет комплексный подход. И, возможно, частично и зерно. Кстати, судя по объемам зерна, которые мы продаем на мировом рынке, то, в принципе, для нас продажа этого зерна могла бы стать частью погашения этого кредита. Без ущерба для себя, допустим. Но я так понимаю, что... И, кстати, вот это ложится в канву вопроса о целостности Украины. Я так понимаю, что Западу очень интересно вложить сюда свои деньги. Зайти сюда инвестициями и получить что-то... Ну, вот, допустим, мы с вами говорили, что Юзовское месторождение газа, которое как раз находится в районе Славянска и Краматорска, оценивается как самое крупное на Евразийском континенте. То есть... Вы говорите сейчас... Давайте сразу. Вы говорите о сланцевом газе. Да, и сланцевый газ. Да-да-да. А вы же должны понимать, что в картинке перед глазами у наших подписчиков, когда речь идет о крупном месторождении сланцевого газа, вот эти выжженные марсианские поля, что остаются после добычи... Не-не-не. Ну, какие выжженные поля? Смотрите, сланцевый газ залегает на глубине 9-12 километров. 9-12 километров. То есть это огромнейшее расстояние от поверхности земли. И весь мир добывает сланцевый газ. И Соединенные Штаты, и Израиль. Кстати, Израиль новое месторождение. Рядом с Левиафаном нашел сейчас газовое. И все качают. Дело в том, что эти пустоты не остаются. И они на поверхности практически не влияют на экологическую составляющую. Плюс там же еще запасы лития найдены. Огромный запасы лития. Вот. Поэтому я думаю, что западные партнеры будут претендовать в качестве, наверное, компенсации. Претендовать на разработки этих месторождений, этих залежей и так далее. Кто-то вложит в инфраструктуру. Ну, допустим, посмотрите на европейские страны. Какие прекрасные дороги. Они их сделали платными. Там небольшая оплата. Не катастрофическая. Но при этом качество дорог и эта дорога начинает приносить прибыль. Почему бы не построить инфраструктуру? Да. Вот в таком духе. Сейчас даже, насколько я слышал, в Европе даже обсуждается вопрос. Вот они там. Сейчас все пишут план маршала для Украины. Я имею в виду план восстановления. То есть, интерес огромнейший. Вот это и будет, скорее всего, средством расчета за тот же самый ленд-лист, за те же самые там помощи и так далее. Хотя, Соединенные Штаты на сегодняшний день поднимают вопрос о списании, допустим, внешнего долга в Украине. О списании. Не возврате. Это огромная. Это большая разница. То есть, что-то нам спишут, что-то нам мы должны будем погасить. Так что, я думаю, нас никто не собирается утопить в инфляции или, допустим, в крахе в финансовой системе. Нет. В этом никто не заинтересован. Иначе бы нам не давало, допустим, тот же G7, не дало бы нам 30 миллиардов евро именно для поддержания экономики. Не на войну, а именно для поддержания экономики, чтобы у нас не обвалилась гривна, чтобы у нас не было инфляции. Чтобы мы были платежеспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке. То есть, нас поддерживают со всех сторон и все. Но уже как будем рассчитываться, это уже посмотрим по факту окончания войны. Ну и еще один вопрос финальный для этого видео. Благодарен всем, кто уже поставил лайк и кто еще раздумывает, сделать это или нет. Чем больше лайков, тем больше людей увидят эту беседу. Олег, Путиных оказывается в мире так много. После британских санкций мы увидели и Читу Кабаевых, и каких-то двоюродных братьев, о которых мало кто знал. Сам факт санкций против семьи Путина, это уже красная черта, которая переедена? Нет, я думаю, что это уже отсутствие каких-либо красных линий. То есть, Путин поставлен... Но вопрос, вот, кстати, меня удивляет этот вопрос, почему мы до сих пор, мы, кто страдает от войны с Россией, от агрессии Российской Федерации, военной агрессии, мы до сих пор не поставили вопрос на голосование о признании Путина военным преступником. Понимаете, у меня такое впечатление, что мы что, пытаемся до сих пор, как Макрон, сохранить лицо Путину, пойти с ним на переговоры? Почему-то другие страны голосуют за это, ставят этот вопрос, что Соединенные Штаты уже никаких красных линий вокруг него не проводят. Надо отловить и санкционировать семью Путина, да, пожалуйста, будут санкции. Там, ну, самого Путина нельзя под санкции подвести, потому что он же на полном гособеспечении официально, да, и у него, по идее, денег нет. Вот, поэтому, ну, признать его военным преступником, да, это вполне возможно. И тем самым лишить его возможности пойти на попятную, а именно, ну, точнее, приостановить войну и создать условия, что он может только либо отступить, либо здесь погибнуть вместе, ну, я говорю аллегорически, погибнуть вместе со своей армией на территории Украины. То есть, вот такие, вот такие вот вопросы, я считаю, что уже никаких красных линий для Запада не существует в отношении Путина. У нас пока еще, я так понимаю, есть какие-то линии, но мне, на мой взгляд, их надо уже давным-давно стирать. Олег Жданов был вместе с нами, спасибо вам большое за эту беседу и вам, дорогие друзья, маленькие... Да, пожалуйста. Подпишитесь, пожалуйста, на Политбюро, будьте подписчиками канала Олега Жданова и следите за выходами новых видео. И самое главное, берегите себя, увидимся обязательно. До скорого.